здравствуйте наши дорогие зрители как обычно по пятницам программы колокол в студии вадим орехов это бизнес тренер у него более двух тысяч обученных агентов это эксперт по продажам более 16 лет в профессии правильно что мне здесь написали что у вас написано в резюме и воспитывает вадим почему-то щенка вместо ребенка но давайте тогда так я предлагаю вадиму немножко попозже самому о себе рассказать а пока расскажу что у нас вышло на канале что уже будет как обычно вся информация у нас находится на сайте m2conv.ru переходите пожалуйста знакомьтесь у нас прошли эфиры с александром санкиным аукционный метод продаж с андреем курсим курчим как сделать 15 сделать вместо в месяц простите волнуюсь по технологии револьверные продажи марьяна белькова была у нас в эфире 17 числа и александр котляр это тоже был очень зажигательный эфир поэтому пожалуйста переходите на наш сайт смотрите вся информация там есть плюс все это доступно спонсорам нашего канала вот но теперь я могу сказать вадим представитесь пожалуйста чтобы без щенков и без лишней информации мы тут прежде чем начать эфир я спрашиваю что у вас резюме соответственно о чем речь и там написано что вадим воспитывает щенка на самом деле у меня сын ему землян мне кажется просто автозамен сработало забавно помните фильм был про зомби и там мужчина все время рассказывал что у него погиб щенок на самом деле так оказался сын его ну это хорошее просто нет ни в коем случае вот окей спасибо большое что предоставили мне слово меня зовут вадим орех мне 34 года я женат у меня есть супруга и сын ему 7 лет он пошел первый класс в этом году наталья ранее чуть упомянула по поводу 16 летний опыт на самом деле у меня более 16 лет опыта в продажах а в недвижимости с 2013 года пришел как и все стажером в одну из московских компаний и вот сегодня я перед вами достаточно опытный и достаточно насмотренный риэлтор и тренер по продажам а тогда у меня такой вопрос а легко быть одновременно и практикующим агентом и бизнес тренером это самый крутой вопрос который я себя задаю последние года два это безумно трудно казалось бы мы работаем риэлторами в рамках тех бизнес-процессов которые предполагают воронка продаж самого сопровождения сделки и параллельно вроде я занимаюсь тренерской работой по той же части что и работа сама но это безумная постоянно очень разнозадачная история мозг переключается и изнашивается я безумно стою выгораю как вы как вы отдыхаете отдыхаете сплю по 2-3 часа в день ну и то есть я шучу сон отдельный вызов очень важный по 7-8 часов конечно не всегда получается иногда и днем вы можете позволить вы счастливы бывает бывает а так наверное это про то деятельность которая тебе нравится за то что позволяет восстанавливать силы гораздо быстрее наверное я бы про это сказал в общем найди работу которая тебе будет по душе и ты не будешь работать ни одного дня в свою жизнь понятно так ну давайте тогда поговорим про лайфхаки при презентации риэлторской услуги давай тема ваша да вот эта презентация она когда должна происходить это первая продающая встреча собственником на квартире кстати мне смотреть на вас или в камеру а куда угодно окей первая продающая встреча собственником на квартире именно об этом идет речь да у нас у всех по-разному происходят встречи бывают идеальные не идеальные многое зависит от предварительной диагностики назначения встречи многое зависит от подготовки к самой первой продавец встречи, мы с вами будем говорить о тех продавцах, собственников, кто обращается к нам по рекомендациям, и также о холодных звонках, кого мы ищем, кто самостоятельно выходит на рынок. И вот у нас происходит на квартире тот момент поэтапный, и надо учесть очень важный момент, Наталья, что поскольку у нас так сложилось, что рынок в основном это рынок самоучек, и у нас в целом-то не лицензированная деятельность, единого центра образования изначально не было, поэтому мы все научились как могли. Помните, как там говорилось-то? Мы все понемногу учились. Да-да-да, есть такая. Великие говорили. Вопрос в чем? Я работаю в учебном центре крупной компании в Москве с 2018 по 2020 год. Имел возможность в своем лице и в лице той команды, которая сформировалась на тот момент в течение двух лет за счет массового подбора групп каждые две недели по 30-35 человек набиралось опробировать различные штуки, посмотреть на опыт Соединенных Штатов Америки, откуда в целом вся технологичная история приходит. И также посмотреть на различия кросс-культурной склейки и ментальности русских людей. Я постараюсь выражаться максимально… Кросс-культурная склейка, да. В общем, там читал разные статьи, насмотренность, обогащал, плюс проходил различные тренинги, общался с психологами, тренинг для тренинг для тренеров проходил, где я как раз сертифицировался, желая заходить в это пространство более экологично, более систематизировано, структурировано. И, по сути, разложили очень похожую историю с классической историей с продажами, некую поэтапность внутри первой продающей встречи, где есть очень важный момент, цель первой продающей встречи. Я, кстати, приверженец модели продаж, основанной на вопросах. То есть у нас есть две модели. Модель рассказа, мы рассказом, это очень важно, это важный конституционный ликбез для потребителя. А с другой стороны, вопрос в том, что в рамках большой, очень непростой темы установления контакта важно придерживаться концепции той презентации, которая может быть основана у вас на вопросах. И я бы вам предложил идеальную пропорцию, это 60 на 40, либо 70 на 30, когда вы 60-70% времени во время презентации задаете вопросы, и лишь 30-40% ведете какой-то монолог, рассказ. Оба-два очень важно, но вопрос именно в рамках установления контакта, а не всегда мы можем быстро установить контакт, очевидно, и явно эта тема неочевидна для тех людей, которые с каждым в нем все больше и больше набирается опыта. И ввиду определенного работоспособности нашего мозга мы имеем постоянный ряд когнитивных искажений, которые нам представляют эту реальность, которая на самом деле не соответствует реальности. То есть нам зачастую кажется, что у нас все окей, мы залоялились, и дело движется. Но на самом деле имеет смысл всегда подвергнуть критике текущую ситуацию с клиентом в рамках лояльности, устанавливаемого доверия, и продолжать работать над процессом в сравнении контакта. Поэтому одна из, конечно, существенных ситуаций, задач на квартире – задать серию вопросов. Мы с вами дальше по слайдам посмотрим, какие этапы я вам предложу. Вопрос другой – как их придерживаться, какие внутри есть нюансы, детали. Мы в рамках этого часа полутора вообще не разберем от слова совсем, а только лишь эскурс, может быть, что создаст у вас аппетит. Основной темой в формулировании вопросов, в постановке цели, конечно, все это определяется стратегией, которую вы для себя определите. Сейчас на следующем слайде я вам дам пояснение, что я имею в виду, и чуть попозже буквально вернемся к этим топовым вопросам. Да, я очень хочу их услышать. Я делаю это отступление, потому что я понимаю, что есть сценарий, есть какой-то тезис, который вы задаете, и я хотел бы быть здесь правильно понимаемым. Слушай, на самом деле вы можете просто полезные вещи рассказывать, я буду вам помогать, а нам не обязательно прям придерживаться строго сценария. Так что... Супер. Единственное, я сейчас скажу нашим зрителям, пожалуйста, задавайте вопросы в чат, в один с удовольствием они будут отвечать, потому что даже более интересно, когда у нас такая диалог с нашими, у спикера, с нашей аудиторией. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Да, у меня такая же к вам просьба. Задавайте вопросы, это очень круто, когда мы с вами от лекционного формата переходим в формат интерактива, это прям огонь. Мне очень нравится. И плюс вы абсолютно точно ментально-эмоционально погружаетесь лучше, усваиваете контент лучше. Соответственно, у нас даже есть зрители здесь за камерой сидят. Мне тоже это помогает с вами вести конструктивный диалог. Ура! Продолжаем разговор. Давайте дальше. Смотрите, стратегии. Есть две стратегии, которые мы можем использовать при проведении первопродающей встречи. Посмотрите, пожалуйста, слева у вас написано на слайде модель в один шаг. Это система, которая пришла к нам из Соединенных Штатов Америки, и которой... Я утверждаю смело об этом, потому что была возможность понаблюдать, сопоставить и подвергнуть критике. И на самом деле, чаще всего мы топим именно за эту модель. Мы, потенциаловавшись, в звонке получили от собственника какую-то информацию, и, конечно, наше намерение получить договор, получить клиента высоко. И, соответственно, мы, конечно, нацелены на этот результат, едем с договором, как правило, в большинстве случаев, предполагая этот самый договор. Поэтому цель данной стратегии подписать договор. В рамках этой цели, конечно же, существуют задачи и ряд тех вытекающих всяких элементов, которые мы можем наблюдать, чаще всего на практике. Да, мы знакомимся, мы устанавливаем контакт абсолютно точно. Это всегда, это перманентно, это как воздух, которым мы дышим, и я опять же прошу вас обращать на это особое внимание. Да, мы квалифицируем, диагностируем продавца все время. То есть подробная факт-карта о нашем пациенте, да, позволит такую аллегорию, очень важно. Задаем вопросы, мы должны узнать, куда, зачем, почему, как и так далее, так далее, так далее. Там просто, не знаю, можно сотни вопросов различных, открытых, закрытых, альтернативных, проясняющих, закрывающих, там куча разных моментов акцентируется. И, кстати, отмечу небольшую рекламную ремарку, вставлю, что именно в моей книге раскрывается более детально, вот прямо на листе, как настольная книга, вся эта история с тем, как вести коммуникацию именно с точки зрения коммуникации, да, а не узкопрофессионального контента, которым мы иногда зачастую грузим потенциального клиента. Осмотр, первичный осмотр квартир must have всегда очень важно, причем это очень происходит быстро, это буквально вторым этапом, после того, как вы переступили порог квартир, происходит, то, что очень важно осматривать продукт, который выводится или выведен на рынок. Первое, это изучение продукта, это изучение в дальнейшем целевой аудитории на этот продукт, квартиру, и плюс понимаем, что продавец является сейчас как раз тем самым покупателем, который по достоинству оценил эту квартиру однажды, да, даже если она ему досталась задарма. И, соответственно, он как раз является отражением той целевой аудитории, покупателей, которые платят максимальные деньги за эту квартиру, просто он пока единственный, кто готов ее, так сказать, сохранить или оценить. Смотрите, в любом случае работа с сопротивлением будет, она всегда есть, в рамках четырех форм сопротивления, кстати, это отдельная тема, очень важная. Мы зачастую привыкли работать с возражениями, мы постоянно говорим, клише, работа с возражениями, все тренинги, лекции, какие-то лайфхаки, фишечки, которые вы видите в Ютубе в том числе. На самом деле, существует четыре формы возражения, одна из самых простых, легких, самых крутых форм для работы. Есть еще безразличие, самая уродская, самая печальная форма, как раз часто встречаемая в работе на различных этапах, безразличие клиента. Сомнение, это отсутствие веры, ввиду отсутствия фактов, доказательств или подтверждения извне. И, соответственно, это условие, которое нам ставит клиент, и наша задача в рамках изучения ряда технологических приемов в коммуникации правильно реконструировать и идентифицировать в человеке, понимать, какую форму он нам транслирует. И одна из техник, которая позволяет понять форму сопротивления, это вопросы, бесконечные вопросы. Вот, кстати, вопросы. Здесь первый вопрос. Вы говорите именно про эксклюзивный договор в презентации? Сорян. Я не назывался, у меня не было слова эксклюзив, да, я правильно понимаю? Да, там даже, по-моему, нет. Коллеги, не слышали? Эксклюзив не было? Да, это эксклюзивный договор, конечно. Договор на оказание услуги, эксклюзивный договор, разумеется, да. И вот еще один вопрос. Какие главные вопросы задавать по телефону для установления доверия? Ну, это, наверное, мы сейчас дальше пойдем. Да, да, да. Я могу сразу ремарку внести, что по телефону вы можете любые вопросы задавать, какие только приходят на ум. Проблема одна. Удержите ли вы человека на трубке? Потому что вопрос предполагает прямолинейная в лоб атака, залезание под кожу или вопрос, который для собеседника будет комфортным. Ведь это вообще на берегу изначально непонятно, потому что чужак звонит чужаку. Агентам не звонить. Да, и встречается с базовыми репликами, которые говорят, то безразличие собственника, прошу не путать с возражениями. И, соответственно, наша задача правильно реагировать не только в вопросах, а в тех техниках, которые мы можем использовать для снижения напряжения. Ведь базовое напряжение это нормально, мы должны использовать всякие штуки, которые снижают напряжение между двумя особями как бы из разных ста. Если мы приведем аналогию по всем этим психологическим, не очень экологичным исследованиям и доказательствам, что мы очень близки к приматам, например, и очень схожее поведение в рамках инстинкта самосохранения или повышенной эмоциональности людей ввиду стресса, страха, неопределенности, в котором находятся люди, с которыми мы общаемся. Окей, и вопрос. Можно задать вопросы по квартире. Они дежурно разряжающие, полезные, заранее, до встречи, понять детали какие-то, которые вам хотел бы прояснить, плюс показывают собственнику зачастую более усердное, более сосредоточенное намерение и позицию агента. Ну, раз ты задаешь вопросы по квартиру, значит, говорят о том, что у тебя, скорее всего, есть тот, кто может заинтересоваться моей квартирой, что предполагает более предметный разговор. Скажите, пожалуйста, ну, например, можно ввести ясность. Я вижу 76 метров объемом, верно? Такой закрытый вопрос, который вносит ясность. И две комнаты, правильно? Правильно. Окей, скажите, куда выходят окна? Да, и если, конечно, в данном случае не просто задавая вопросы, вы это подкрепляете какой-то экспертизой, показывающей вашу насмотренность и территориальное позиционирование, что вы задавая вопрос, какой вид из окна, не только ждете ответ, но также и за счет своего территориального позиционирования предполагаете, куда у него выходят окна в рамках вот этой планировки по этажным плане. То есть это еще более индивидуализирует разговоры, я хочу отметить это. Изначально же ты должен тогда знать эту локацию. Конечно. Не просто на бум, да, звонить, как бы там клиенту. Если идеальный вариант, то территориальное позиционирование и звонки тем, кого вы, объекты чьи вы можете уже предвосхищать, потому что у вас есть опыт. Конечно, вопрос, что делать новичкам, ну да, ошибаться, бледнеть, но быть сильным и идти дальше. Что еще? Просто к чему я на новичках внес ремарку? Ведь основной мой продукт, который был в рамках такого большого пути полторы тысячи в учебном центре, заходящих за счет массового набора, и все, что было после, часто это связано было с обучением новичка, вводом в профессию, адаптация на первые 2-4 недели, взаимодействие с РОПом, с наставником, короче, большой массив, а потом по себе начали подтягиваться опытные агенты внутри компании, снаружи компании, и в целом вся вот эта тема, если мы более критически посмотрим и подвергнем сомнению, или вспомним давно забыто, или что-то неизвестное нам будет актуально всегда. И многие опытные агенты за последнее время проходившие обучение в корпоративе или в запусках частных обучений множественные отклики, получал положительные. Вернемся к тезисам на презентации. Окей, если вы получили от меня ответ, но он недостаточно или не под тем углом, пожалуйста, еще раз проясните, я постараюсь ответить вам на вопрос. Окей, смотрите, если мы предполагаем цель подписать договор, то, конечно же, очевидно, максимальное количество лиц, принимающих решения или влияющих на решения должны быть на встрече. Но опять же, давайте затронем вопрос назначения встречи, предварительной диагностики, что не всегда у нас получается установить контакт, прогреть собственника, договориться о том, что ту информацию, которую мы готовим для него на встречу и необходимость быть всем лицам, принимающим, влияющим на решение, важно, не удается, не всегда удается. Поэтому мы зачастую едем для того, чтобы решать ряд других задач. Тогда и вопрос возникает, зачем ставить цель подписать договор, если мы не будем видеть всех ЛПРов в сборе на квартире или ЛДПРов, например, лиц действительно принимающих решений, серых кардиналов, таких, грубо говоря, шеи в семье, которые крутят головой мы прекрасно понимаем, о чем речь идет, по сути. Окей, смотрите, если вы ставите цель подписать договор, тогда, конечно же, нужно подготовить сравнительный анализ рынка, САР, да, такое сокращение, или СМА его называют, или аналитика, как угодно, главное, чтобы клиенту было понятно, и, соответственно, презентовать цену, то, которую вы рекомендуете собственнику для старта экспозиции с вами, и, соответственно, обсудить эту цену и вообще поболтать об этом. Есть ли цель подписать договор? Я еще раз хочу отметить, потому что мы часто теряем из виду цель. Мы едем на квартиру, типа, заряженный, сейчас мы договорчик там отхватим, но приезжаем, мы теряемся, и бывает так, что мы делаем все на квартире, кроме того, чтобы сделать предложение. Давайте подпишем договор, забываем об этом. Это вот я потерялась, на самом деле, сказать забыла, что партнер нашего сегодняшнего эфира это Дом Клик. Спасибо вам большое за поддержку. Продолжаем. Вы как вы это делаете ловко, знаете, я даже не заметил практически. Нет, я жду, когда вы делаете паузу, но не BRIAN. Ну и, соответственно, цель подписать договор, ну, Коль, тогда вот предпоследний тезис подписания договора. И, соответственно, обратите внимание на последний тезис. Активное, агрессивное, не враждебное, я хочу ответить, закрытие. То есть, если у вас цель подписать договор, вы его хватаете. А как вот его агрессивно? Ну, агрессивно, прошу не путать с враждебностью, агрессивно значит очень активно, настойчиво, требовательно, намеренно, смело, идя на конфронтацию с продавцом. Не на конфликт, который потом пожаром заканчивается и вас выбрасывает в окно. Я про конфронтацию, которая, значит, обостряет потребности и мотивацию собственника, а значит, вы провоцируете вопросы, в том числе неудобные. Например, если мы собираемся подписать договор, а вы, значит, топите за какую-то свою цену. Я хочу, не знаю, 20 миллионов рублей. А я вам, исходя из сравнительного анализа рынка, рекомендую 17 миллионов рублей. Цена, которая приведет явно к продаже квартир, потому что я тут, типа, знаю все. Да, я тверд, подготовился, пришел и презентую. А вы за 20 миллионов. И я вам, конечно же, обострю вопрос, обострю ситуацию вопросом. Наталья, скажи, пожалуйста, какой цены вы не хотели бы продавать квартиру? 19 миллионов 990 рублей. 990. То есть хорошая новость. Уже на 10 рублей строганули. Шутка. Короче, ну и соответственно, я слышу. И тогда я задаю вопрос. Почему для вас важно получить именно 19-990? Я снова обостряю в ожидании ответа. Шажочек за шажочком. Я не спешу согласиться. Окей, Кэп, давай постартанем с 20. Мы тут тест-драйв устроим, опробируем эту цену, посмотрим отклики, бла-бла-бла, вся классическая история, чтобы сохранить коммуникационный мостик и пойти. Пойдем. Пойдем. А если я не соглашаюсь? Пойдем. Обязательно. У меня запасной план есть, чтобы согласиться с вами. Но прежде чем согласиться, я обострю. Я пойду на конфронтацию. Первое, потому что я задаваю эти вопросы, буду вас готовить уже к снижению сегодня. Понимаете, девчонки? А если клиент психанет и скажет, а, не надо, я вообще не буду... Ну, тогда вопрос здесь. Мы возвращаемся в тему восстановления контакта и умения правильно гибко реагировать. А как отверстие назад и выглядеть при этом? А, окей, я отвечу сейчас. Да, не забывайте, что я практикую это часто. Ну, и, понятное дело, когда мы в процессе, у нас штора падает, глаза крови наливаются, у кого-то спортивный интерес появляется, кто-то эмоционально реагирует на отказы, на неготовность вот эту локальную. Мы все по-разному, и мы в голову погружены в игру. Конечно, они всегда эмоционально стабильны и стрессоустойчивы. У меня, например, часто крышку сносит, и я очень-очень активно общаюсь с продавцами. Поэтому, кстати, зачастую применяю одношаговую модель. Вот. А сейчас просто двушаговую поговорим, там вообще крутые вещи происходят и более высокая конверсия. Окей, смотрите, если вы не готовы, это не цель, вы абсолютно правы. Я абсолютно с вами разделяю позицию. Важно получить самую высокую цену в любом случае, правильно я понимаю? Да, конечно. Если мы сейчас выйдем с той ценой, которую вы просите, и попробуем продать за эти деньги, то, в принципе, это тоже вариант. Давайте попробуем, только не надо мне через две недели говорить, давайте снижаться. Мне нужно через две недели говорить. Окей, тогда у меня другой вопрос. Если рынок, вот я снова сейчас обострю, да, допустим, если рынок, Наталья, реально, да, посмотреть на то, что может происходить на рынке, возможно, та правда, которая несет сравнительно на рынке, я правильно понимаю, вам не очень нравится? Мне не очень нравится, и, в принципе, я не тороплюсь никого. Ага, вот, смотрите, безразличие всплыло. Чувствуете, да? То есть вроде болтали. Да-да-да. Обменивались. И вдруг я слышу лакмус на безразличие, не спешу. Это лакмус на безразличие. Это реплика, которая не про возражение, короче. Это не про конструктив, не про логику, отсутствие деталей. Я сейчас хочу покопаться. Вот у меня, типа, ситуация, я сижу с вами, и параллельно между делом задавая вопросы, что-то вам бла-бла-бла, я постараюсь, стараюсь, по крайней мере, точно, внимательно следить за вашими словами, поведением, чтобы как бы понимать вас лучше. Вот в чем идея. Иначе это какая-то пушка, из пушки по воробьям. Соответственно, тогда у меня вопрос. Вы не спешите. Да, сейчас на паузу этот, как это, созданную ролевую игру. Смотрите, вдруг Наталья, как собственник, в процессе разговора, в конфронтационной плоскости высказывает неспешность. У меня сразу возникает вопрос, почему вдруг при обсуждении насущных, важных вопросов ведущих человека к сделке вас, вдруг всплывает неспешность. Два варианта. Я знаю теорию, я ее транслирую в обучении, я ее активно использую в изучении человека при общении. Первый вариант. Не установлен контакт, нежелание обнажаться, раскрывать скелеты в шкафу и говорить правду. У человека к агенту. Потому что агент, как особь чужой стаи, несущий угрозу разоблачения и прочую угрозу безопасности, ну, это же про животных. Согласна? Да. Окей. Может давить, давить рынок, все не нравится, поэтому не спешу. Неспешащих людей в природе не существует. Я не спешу продавать. Окей, Кэп, не вопрос. Не вопрос, не вопрос. Смотрите, два варианта. Первый. Не установлен контакт. Тогда я прокручиваю в голове, быстро, быстро очень прокручиваю шестеренки. Что я могу изменить для того, чтобы создать более правильный, теплый микроклимат в коммуникации, чтобы человек готов был обнажиться, рассказать мне больше. Потому что за обнажением идет решение. Иначе как я буду помогать тебе выходить на сделку, если ты не спешишь, снижать не готов, при этом цена неправильная, выше диапазона спроса покупателей и прочее. Первое. Не установлен контакт. Второе. Недостаточная мотивация к сделке. Два варианта. И первый вариант в топе. Установление контакта в топе. Потому что пока мы не слышим обнаженку, это аллегория, коллеги, честность со стороны клиента, мы не можем судить о его достаточной или недостаточной мотивации. Логично? Конечно. Окей. Очень должно быть все логично. Призываю вас за экологичные продажи, за мегалогичность. Иначе это все разговоры в пользу кого? Бедных? Конечно. Обделенных? Ну, короче, да, варваров хватает, я за экологию. Мы так можем с вами весь день разговаривать. Ладно, продолжаем. У нас там зрители начнут. Давайте отметим вторую стратегию. Модель в два шага. Если у вас появились вопросы, напишите, пожалуйста, потому что у нас тут получилось как-то спонтанно. В записи можно ли посмотреть? Правильно понимаю? Что в записи? Вот эту штуку в записи можно посмотреть нашу? Да, конечно. И это доступно для тех, кто спонсор канала, да? Я вам тоже рекламу дал. Отлично. Окей. Я, знаете, хочу отметить, что я в первый раз сижу в таком пространстве, камера находится за примерно два метра, два с половиной, я бы сказал, может, даже три. И это далековато для того, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно более, потому что я постоянно что-то снимаю. Второй момент. Мы сидим, за кулисами сидят три человека, мы с Натальей сидим, вижу, Наталья вначале испытывала волнение, я тоже начал испытывать волнение. И тут вопрос в чем? Вот примерно такое же волнение мы можем испытывать с клиентами. У нас, значит... А? Новичков там совсем ду-ду-ду с клиентами. Так вот, и вопрос в чем, коллеги? Конечно, не за это нас покупают. Нас за это не будут выбирать, когда руки трясутся и голос дрожит, и мы забываем, что нам надо как-то красавцами держаться и говорить какие-то правильные вещи. И здесь очень важно, конечно, то, что будет влиять на установление контакта, наша какая-то непринужденность. Да? И вот этот бредогенератор в голове, вот эта извилинка, которая отвечает всегда за генерацию контента, которая слетает с языка. Понимаете, да? Бредогенератор есть. Я понимаю. Ну, без шуток, на самом деле. Это шутка названа некими тренерами на одном из тренингов, которые я посещал. Но правда остается правдой, что есть подсознание, куда уже что-то заложено было ранее, и как раз это и слетает с языка. То есть в момент первой продающей встречи и в каких-либо других ситуациях работает разум, который отвечает, по сути, за то, что говорить. Но про то, как говорить, отвечает далеко не сознание, а подсознательная штука. Поэтому как раз задача, вот этот контент, который мы несем в обучении, вот сейчас с вами в прямом эфире, его важно зазубривать, если прям до конца непонятно что-то. И, конечно, искать смыслы, логику и просто запоминать постепенно. Потому что без понимания смысла все это, конечно, непонятно и не хочется делать. Да? И, может быть, не всем понятно до конца все тезисы из левой части слайда и то, что мы сейчас будем разбирать и с правой. Поэтому задача разбираться. Окей. Смотрите, двухшаговая модель лучше приживается, лучше работает здесь у нас, на российском рынке, абсолютно 100%. Я это опробировал лично в учебном центре и после получил массу доказательств. Когда у вас, смотрите, на двухшаговой модели, мы не ставим основной целью подписать договор, можем ее оставить, но не основную цель, а вторую цель, следующую, за основной целью презентации агентской услуги. Почему это важно? Мы разберем чуть попозже. Это связано в основном с тем, что продавцы, с которыми мы встречаемся, вообще мало понимают, мало осведомлены, мало образованы по части состава риэлтор-слуги, а особенно по части маркетинга, рекламы, которые мы делаем. И поясню чуть попозже, почему это важно. Понимать, осмыслять и изменять некую свою историю внутри первой продающей встречи. Да, мы устанавливаем контакт и знакомимся. Пожалуй, это очень важно и самое важное вообще, что происходит, но это не цель, это задача. Диагностируем всегда априори, осматриваем квартиру, все очень похоже на первую. Модель одношаговая, работа с определением 100%, без различных сомнений, возражений, условий. И, соответственно, вот здесь двухшаговые модели, где цель первая, промежуточная цель, но при этом самый первый маяк, к которому мы стремимся, презентация агентской услуги, наличие ЛПР по ситуации и не обязательно топить во все тяжкие требовать, чтобы все были на квартире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...